Али Кру Об этом поговорим чуть позже. Прежде всего я призываю вас делиться ссылкой на это видео, призываю ставить лайки. Все это помогает распространению информации. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это. Ну а если у вас есть возможность поддержать нас финансово, пожалуйста, ссылка в первом комментарии на Patreon. Оформите небольшую подписку, тем самым вы поможете независимой журналистике. Итак, мы говорим о Южном Кавказе. Регионе, с одной стороны, небольшом, с другой стороны, очень важном с точки зрения мировой геополитики. Ну и последние годы здесь сходятся интересы очень многих игроков. И с каждой неделей, с каждым месяцем все больше и больше событий происходит здесь и вокруг этого региона. Вот об этом мы с Арсеном и разговариваем. Арсен, накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с речью в национальном собрании. Мы некоторые фрагменты этой речи прямо обсудим отдельно, но для начала я хотел бы услышать вашу общую оценку сказанного, потому что я слышал и читал самые разные комментарии по этому поводу. Кто-то пишет, что это прям историческая речь, причем историческая как в позитивном смысле, так и в негативном смысле. Кто-то называет это программной речью, ну и так далее, и тому подобное. Ваша оценка в целом, как вы восприняли то, что вчера было сказано в национальном собрании Армении? Ну, в первую очередь надо напомнить, что это, в общем-то, просто была встреча в национальном собрании, не встреча, а именно выступление Никол Пашиняна по поводу пятилетней программы правительства Армении. Хотя, в общем-то, речь почти час говорил пример и обсуждал фундаментальные темы, начиная с того, что вот наше восприятие исторической Армении и той Армении, которая у нас на самом деле есть, не сходится часто. И, в принципе, говорит еще и о том, что он сам и его политическая сила тоже являлись частью вот этого дискурса, которая не помогала тому, чтобы сохранить то, что у нас есть, если говорить в общем. Потому что, ну, там долго говорится, примеры приводятся по поводу именно разницы между теми восприятиями исторической Армении, которые у нас есть, и то, что есть у нас на самом деле, что там есть конфликт между этими восприятиями и все такое. Оставим это. В общем, на мой взгляд, важнее, на самом деле, то, о чем говорится между строками или, в общем-то, в подтексте, да, то, о чем не говорится. Это была речь, которая, в принципе, абсолютно, не называя, в принципе, имен, критикует российскую политику в нашем регионе именно по поводу Армении. Хотя там Россия только в конце обсуждается и, в принципе, обсуждается в том контексте, где, да, нелегкие отношения, но мы готовы находить решение. Но, в принципе, говорится о том, что вот, не называя снова, еще раз говорю, имени, имен, говорится о том, что вот и во время Карабахской войны, 44-х дневной, и после этого, в принципе, именно Россия была той страной, которая хотела ущемить или, в общем-то, закончить государственность Армении. Именно она пробовала идти против суверенитета этой страны и, в общем-то, а все остальные, с которыми мы смогли найти решения, в том числе и Европейский Союз, и Запад, в общем, Франция специфически, они и народы Армении помогли тому, чтобы этот суверенитет сохранился, чтобы мы смогли сохранить свое государство. В общем, в целом можно как бы это назвать, да, в какой-то мере программной речью и, в принципе, резюмируя ту политику, которую ведет действующая власть уже хотя бы, ну, как минимум за последние два с половиной года. Хорошо, это была общая оценка. Давайте теперь по конкретным каким-то моментам пройдемся, на мой взгляд, очень важным и очень требующим разъяснения, да, со стороны. Пашинян, вы, в общем-то, некоторых тем уже затронулись, но я прям с цитатами пойду. «Правительство и лично я пришли к убеждению, что историческая Армения и реальная Армения не только несовместимы, но зачастую противоречат друг другу и даже создают угрозы друг для друга». То, о чем вы сказали прямо в самом начале. Николу Пашиняну, ну, последние, по крайней мере, полгода часто ставят в упрек то, что вот после своего первого избрания, после Бархатной революции 2018 года, он поехал в Степанакер. Ему ставят как бы в упрек, что до этого он был без бороды, потом он отрастил бороду, как бы ориентируясь, значит, на героев Первой Карабахской войны. А сейчас как бы идет совсем другая политика, да, ну, мы помним то, что было в прошлом году, когда, ну, в общем-то, публично было заявлено, что территория Карабаха, она не принадлежит Армении. И то, что происходит сейчас, конфликтные ситуации вокруг сел, ну, в той же Тавужской области, мы к этому сегодня еще вернемся. Мы с вами говорили о том, что планируется изменение в Конституции, принятие новой Конституции. Мы говорили о том, что предлагается изменить герб Армении. Вот эти слова об исторической и нынешней Армении, и что эти два понятия конфликтуют, это все движение вот в эту сторону, к изменению, в изменении подхода, в принципе, внешней политики с ближайшими соседями. Что скажете, Арсен? Ну, смотрите, на самом деле эти изменения во внешней политике, они уже, ну, как минимум два года ясно проявляются и в речах Пашиняна, и не только Пашиняна, но и, в принципе, представители действующей, значит, власти. На самом деле, тут ничего нового не было сказано. Начиная с октября 2022 года, после пражских, значит, встреч, в принципе, говорится о признании территориальной целостности Азербайджана, и о признании территориальной целостности Армении, на тех территориях, где они существовали, как советские республики. Тут ничего нового нет, что, в принципе, конечно, означает, что Пашинян принимает Нагорный Карабак как часть Азербайджана. А о том, что, как он видит возможные передвижения по направлению Тавушской области и, в общем-то, возможных изменений и границ там. Снова ничего нового не было сказано. Говорится о том, что вот если Азербайджан готов, базируясь на тех принципах, которые были изложены с самого начала в процессе делимитации и демаркации, те деревня, которые мы признаем как часть Азербайджана, и те деревня, которые они признают как часть Армении, базируясь на этом, начать процесс делимитации, то мы к этому готовы. Об этом говорится тут. Бороду когда опросил, что это означает, вся эта символика, честно говоря, мне не очень интересно, но, как бы, конечно, риторика менялась у него самого, и в этой речи он об этом тоже говорит, что вот весь этот дискурс про историческую Армению, мы в это тоже верили, мы, в принципе, признается в том, что вот он считает, что он был неправ в то время, и чтобы сохранить ту Армению, которая у нас есть сегодня, надо от этого отказаться или понять, в общем-то, что мы имеем в виду, когда говорим Армения. В принципе, вот в этом был. Но это, я не думаю, что с этой речи начнется такой обширный или более такой глобальный внутренний политический дискурс или дискуссия, потому что, в принципе, речь, в этой речи, по-моему, для внутренних армянских игроков ничего нового нет. Хорошо. Раз уж вы заговорили про ТАУШ, я сразу перескочу к этой теме. Как сказал Никол Пашинян, что делимитация, если начать делимитацию с ТАУШской области, это, с одной стороны, может защитить от возможной агрессии со стороны Азербайджана, но, с другой стороны, не дает никакой гарантии, что этой агрессии не будет. То есть, с одной стороны, получается, что, по большому счету, как мне видится сейчас ситуация, вопрос делимитации, начало делимитации именно с этой территории уже решенный, но, как бы, а зачем, если не дается никаких гарантий? Какое-то противоречие, я вижу, в этом. И, может быть, некоторую растерянность даже действующего правительства и действующего премьер-мунистра? Не уверен, что там есть какая-либо растерянность. Говорится, да, нет никаких гарантий. Даже если мы идем на вот такие возможные переговоры, гарантий не будут, но хотя бы исключат те негативные гарантии, так как он это называет, негативные гарантии агрессии Азербайджана. Тут для многих, я уверен, что непонятно, значит, чтобы просто... То же самое, что он говорил в Тавуши, когда я ездил туда неделю-две назад, о том, что вот, да, надо идти на эти уступки, чтобы не было войны, но даже если пойдем на эти уступки войны, нельзя сказать, что вот есть какая-либо серьезная гарантия того, что эта война не произойдет. То, что он говорит, это еще и не только для внутреннеармянского, значит, аудитории, но и в том числе и внешних игроков. Говорится о том, что вот хотя бы если мы пойдем на вот такой конструктивный ход или шаг, то тогда для всех остальных игроков будет ясно, что Армения не заинтересована в агрессии, и будет, не говоря прямо так, но будет ясно, что вот если будет какая-либо, значит, агрессия, это будет азербайджанская агрессия. И в этом вся, в общем-то, идея. Ну и, кстати, очень интересно просто, вот снова еще раз обсуждая вот первый вопрос, в принципе, говорится, вот для вас вот там, когда обсуждается вот так мельком тема 44-х дневной войны 20-го года, Вашнян говорит, что решение, геополитическое решение на то, чтобы Азербайджан смогла напасть на Набурный Карабах, было принято в геополитическом центре, знакомое, про которое вы все знаете, имеется в виду Россия. Почти прямо уже говорится о том, что мы играем, мы вообще никаких ошибок не делали в отношениях с Россией, хотя они делали ошибки. Интересно, потому что это, в принципе, уже переводит этот разговор армяно-российский, в общем-то, такой, если можно так сказать, ну, диалога там, в принципе, диалогом это не назовешь, но, как бы, разговор уже идет на более открыто конфронтационный, конфронтационное русло, вы, если, как бы, я, можно сказать, что еще и это, как бы, обобщая, отвечать на разные заявления, которые были сделаны на запасении нескольких недель или месяцев со стороны официального МИДа России, со стороны Лаврова, со стороны разных других российских чиновников. Так что, в этом смысле, по-моему, я, у меня впечатление более, вот, о том, как он позиционирует себя и Армению сейчас, именно специфически в отношениях с Россией. Слушайте, ну, вы сказали, конфронтация усиливается, но вот я смотрю на цитату, опять же, приведу, армяно-российские межгосударственные отношения переживают не лучшие времена, но их важность трудно переоценить для нашей государственности, суверенитета, безопасности экономики. Мне кажется, что это не усиление конфронтации, это, наоборот, некие, ну, я не знаю, как тут правильно сформулировать, шаг назад, да, глядя на происходящее, там, опять же, последние условные, там, 3-4 месяца, шаг на сближение, ну, по крайней мере, звучит это так. Константирует тот факт, что зависимость Армении от российской экономики и основных, остальных отраслей, где у нас есть глубокая кооперация, существует, и, как бы, да, говорит о том, что есть это, это факт, но мы переживаем трудные времена. Но я еще раз говорю, если вникнуть в то, о чем он говорит, в принципе, обсуждая наше восприятие того, что есть, что мы хотим из этой Армении и как позиционируют себя другие игроки, для меня нет никакого сомнения, что там, в принципе, не называя имен, говорится именно про российскую политику и про насколько негативно эта политика проявлялась в случае Армении. Хорошо, последнее по этому поводу, вот как раз по неназванным именам, как вы выразились, и по российской политике. Констатирую, снова цитата, что была возможность начать с Азербайджаном диалог на европейской площадке. Почему Нагорный Карабах отказался? Потому что Нагорному Карабаху запретили. Кто запретил? Ну, конец цитаты. Да, не были названы страны, не были названы имена, но, на мой взгляд, тут совершенно откровенно читается, что камушек брошен в сторону России. В связи с этим вопрос. Можно ли это трактовать как прямое обвинение в адрес властей непризнанной Республики Арцах в сотрудничестве и, более того, нахождению под контролем российских властей? Да, можно. Более того, он там еще и делает другое заявление позже о том, что народ Карабаха себя проявило как настоящий государственно мыслящий социум, хотя правители или правительство, люди, которые себя называют правительством Карабаха, должны понять и иногда не понимают, о чем тут речь. Есть тут одно правительство, один парламент, никого другого не может быть. Но да, говорит еще и о том, и, в принципе, пока еще не открывая или не называя имен, потому что, ну, плюс ко всему еще и те люди, которые принимали эти решения, некоторые из них, наверное, сейчас сидят в бакинских тюрьмах, поэтому как бы я не думаю, что хотели бы об этом поговорить, но прямо говорится о том, что вот, да, на европейских площадках была возможность или разговаривать с Азербайджаном, речь идет по всей вероятности про лето прошлого года, в июле 2023 года была возможность такая, и я как, ну, насколько мне известно... Ну, да, тогда еще звучали слова о какой-то автономии, там, очень расширенной, очень сдержанной, но были такие реплики. Дело даже не в этом, дело в том, что, в принципе, я об этом еще буду говорить, я уверен, была возможность в июле и в августе 2023 года встречи азербайджанских официальных лиц и официальных лиц из Карабаха в контексте европейского, значит, с европейским присутствием, я даже страну назову, куда они могли поехать, это была Болгария, и в последнюю минуту карабахский официальный Степан Акерт отказалась идти на эти встречи, насколько было сказано, что они под прессингом России, не уверен, но и как бы понятно, зачем им отказываться в возможных встречах с азербайджанцами, в то время, как они, в общем-то, до того говорят, что вот мы не принимаем вашей власти, но и соглашаются встречаться. Так что, я думаю, это да, про специфический случай и про то, как под российским влиянием карабахские официальные лица не могли или решали не идти на такие встречи. Хорошо, закончим с этим, хотя, думаю, что так или иначе в следующих разговорах мы будем к этому возвращаться, потому что, ну, наверняка будет какая-то реакция, наверняка будут там решения и парламента, и правительства на основе того, что было сказано, поэтому не откладываем, а так на время, в общем-то, ну, прикрываем, что ли. Оставляем, да. Конечно, я хотел бы с вами, может быть, не так подробно, как в прошлый раз, мы почти целый выпуск в прошлый четверг посвятили этому, я говорю о встрече в Брюсселе, которая прошла в минувшую пятницу, встреча в формате Армения, США, Евросоюз, и, конечно, ожиданий было очень много. И, ну, так, позвольте мне такую формулировку, шума накануне этой встречи было очень много, но по большому счету, как мне кажется, поправьте, если я не очень верно трактую информацию, ну, по большому счету, ничего сверхъестественного не произошло. Ну, да, выделил Евросоюз 270 миллионов долларов, причем растянутых на 4 года, да, то есть это даже не, ну, не годовое вливание. 65 миллионов долларов выделило США, ну, то есть, как бы, это не те суммы, опять же, это, может быть, на взгляд человека, который всю жизнь прожил в России, это не те суммы, ну, ради которых, там, стоило, вот, как бы, так много об этом говорить. Не слышал я заявлений и прочего, там, например, по поводу введения безвизового режима, да, о чем вы говорили в прошлый раз, как бы, одно из основных ожиданий между Евросоюзом и Арменией. Не очень внятные новости по поводу энергетического сотрудничества, да, что тоже ожидалось, и довольно много об этом говорилось. Вот ваша оценка, Арсен, того, что получилось и того, что, может быть, не получилось по итогам этой встречи? Я считаю, что это была очень важная встреча, в первую очередь, но тот шум, про который вы правильно говорите, был, ну, абсолютно непонятен, потому что, как бы, вообще, в принципе, это получилась рабочая встреча. Результаты, я две основных результата скажу, ну, таких, с точки зрения оптики. Есть фотография Пашинена с Плинкеном, с Фон дер Лейн и с Борелем. Есть заявление Азербайджана о том, что Азербайджан пробует изолировать. С точки зрения Армении, это результат, да, я говорю с точки зрения политических процессов. Про то, о чем договаривались и про деньги. Тут несколько важных моментов. В первую очередь, было объявление, которое было сделано после встречи, говорит и про атомную энергетику, и про кооперацию в сфере визовой, либерализации виз, и про экономические, возможные кооперации, и гуманитарные вопросы. Ну, это все звучало, это очень общее. Ну, да, понятно. Конечно, звучало общее, и понятно, что вот с одной встречи, которая почти два часа продлилась, невозможно было выйти и уже готовыми говорить о чем тут. Я говорю про то, что было объявлено объявление о том, что вот это те направления, по которым мы начинаем активно кооперировать с Арменией. Образовалось уже на высшем уровне рабочий трехсторонний контекст, который должен быстро работать по тем направлениям, про которые я вам сейчас сказал. Я вчера возвращался из Тбилиси, и мы там обсуждали процесс либерализации виз, как это проходило в Грузии. Это будет длинным процессом, но начало, в принципе, уже на политическом уровне было дано. Это самое важное, я вам скажу. Так или иначе, если даже будет решение, скажем так, что вот Армения получает другой статус с точки зрения зоны Шенгена, это будет довольно-таки интенсивный бюрократический политический процесс. Тут должно быть сделано очень многое. В первую очередь, в этом контексте должен образоваться то, что называется виза-либерализация диалог, диалог по виза-либерализации. После этого европейские чиновники приезжают, рассматривают те возможные вопросы, которые у страны есть, которые надо решать в кратчайшие сроки, чтобы получить следующий статус. А этот следующий статус называется виза-либерализация экшн-план. Да, план действий, в котором Армения должна делать то, первое, третье, четвертое и все остальное. В этом контексте немаловажны биометрические паспорта Армении, которые должны быть перед тем, как мы вообще кто-либо сможет прийти туда без визы. В этом контексте должны приниматься несколько законов, в том числе и законы, которые могут создать какую-то внутриполитическую суматоху, потому что они будут про толерантность и про разные другие вещи. Тут очень много разных аспектов. Самое важное то, что на политическом уровне было сделано заявление о том, что мы этот процесс начинаем. И я думаю и практически уверен, что сейчас у нас у Армении, у армянской стороны есть домашняя работа. И в зависимости от того, насколько интенсивно мы сможем поработать, может быть, года через два или, может, даже три, мы, в принципе, придем к тому, чтобы этот процесс реально, ну, как бы, закончился успехом. В случае Грузии это проделось пять лет, кстати, чтобы было ясно, насколько это длинный и долгий процесс. Одним днем это не заканчивается. Более того, это еще создаст проблемы, не проблемы, но должны будут сделаны несколько разных других вещей. Армения должна будет поменять свои визовые режимы и с другими странами, с которыми она довольно-таки либерально имеет этот режим. Я сейчас не буду называть страны, но если Армения становится как бы ближе к Европе с точки зрения миграционной политики, это означает еще и какие-то изменения для Армении самой. Так что тут длинный и долгий процесс. Что касается денег, тут проблема, конечно, на самом деле есть, и это еще и плюс ко всему проблемы с армянской стороны снова. Еще в 2011 году было заявлено, ну, европейские политические заявления были о том, что Армения может получить 2,5, 2,6 миллиарда долларов на разные, для разных проектов. Мы из этих денег получили, по-моему, 50 или 60 миллионов только. Нет, я извиняюсь, полмиллиарда. Это еще и означает в том числе, что страна в принципе не успела или не смогла абзорбировать эти деньги. Насколько быстро наша система, государственная система может абзорбировать больших кусков денег. Не хватает объемов экономики, не хватает грамотного управления. В том числе и управления, в том числе и бюрократия, в том числе и насколько быстро мы умеем тратить деньги. Иметь деньги это одно, а уметь их тратить это второе. Так что тут очень много разных слоев. И в этом смысле я в принципе рассматриваю этот процесс в первую очередь очень важным. Да, были высшие ожидания, но по-моему на самом деле мы реально должны будем решать или быстро очень работать над тем, чтобы наша государственная система и система правления в общем-то реформировалась, делать реальные реформы и одновременно интенсивно работать над тем, чтобы все эти провозглашенные направления, по которым мы будем работать с Западом, они превращались в реальность и превращались в реальность хотя бы с нашей стороны, чтобы все было сделано вовремя, чтобы система работала именно над тем, чтобы все это реализировать. если позволите я резюмирую то, что вы сказали, если я вас правильно понял, то встречу в Брюсселе мы можем рассматривать первое, как рабочую и второе, итоги этой встречи как некая рамочная договоренность, внутри которой уже потом будут происходить более конкретные процессы. Да, абсолютно, но я просто добавлю, посмотрите, кто сделали, какие были страны, которые сделали заявление против этой встречи. Странно известно, Азербайджан, Россия, Турция, ну и так далее. Я вам просто скажу, что Ирана там не было. Ирана не было, да, это правда. И интересно то, что некоторые наши друзья пробовали сделать все, чтобы Иран тоже зашел в эту тему и сделал заявление. Я очень рад тому, что дружественный Иран воздержалась и не только бездержалась, но и не входит в тот клуб, где уже продолжительно изолирующийся Азербайджан с точки зрения Запада, чтобы как бы туда не вливать воду или не помогать этому процессу. Простите, у Хазерана приходят очень такие тревожные новости. Мы, наверное, не будем сейчас на этом задерживаться. Просто я напомню, что вот сегодня с утра было распространено сообщение о том, что президент Джо Байден ожидает из Ирана удары по Израилю. Такая тревожная история. Не дай бог это произойдет, будем надеяться, что нет, но если произойдет, то я думаю, что, конечно, нужно будет об этом поговорить. Но сейчас о другом. Смотрите, в пятницу днем происходит встреча в Брюсселе. Ночью этого же дня происходит конфликт на армяно-азербайджанской границе со стороны Азербайджана. По данным Министерства обороны Армении ведется беспорядочная стрельба в сторону Армении из стрелкового оружия, из автоматов, из пулеметов. Есть там фотографии с разбитыми окнами, с прострелянными стенами. И после этого, наверное, через день начинают поступать сообщения о том, что подобные инциденты происходят на армяно-азербайджанской границе. Арсен, я вспоминаю условное лето 2023 года, то, что происходило перед 19 сентября. Такие сообщения тоже поступали очень регулярно. Конечно, все это не добавляет оптимизма. Что думаете, можно это расценивать как некую подготовку к возможной эскалации? Или климатический саммит, который должен пройти в Азербайджане в этом году, может выступать неким гарантом того, что военных действий, по крайней мере, в течение этого года можно не опасаться? Я бы не связывал, мы об этом часто говорили, я бы не связывал климатический САП, КОП-29 и все остальное с тем, что Азербайджан сделает, но можно там долго обсуждать в каком случае, когда и зачем Азербайджан там или в той или иной части может какую-то новую агрессию совершить. Тут прямо было ясно, в общем-то вы меня изолируете, вы хотите разговаривать с Западом, ну тогда будут последствия. Азербайджан зависит от российской политики в этом регионе больше, чем кто-либо сейчас. Азербайджан и Алиевское правительство становятся в принципе еще одним сателлитом России. И об этом надо прямо говорить уже, тут никакого сомнения нет. Для нас, для многих тут, это не Азербайджан стреляет, а Россия стреляет через Азербайджан. Это делается именно для того, чтобы испортить тот процесс или попробовать испортить тот процесс, в котором уже Армения, в котором Армения с Европейским Союзом и с Америкой в общем-то зашли, в который зашли проходит уже почти два года, и в общем-то это превращается уже в какие-то политические направления, по которым могут быть прогресс, по которым может быть прогресс. И прямо говорю еще раз, то, что долгое время азербайджанские разные, ну, не на дипломатическом уровне, может быть, но и на разных уровнях, до войны 2020 года объявлялось о том, что вот армяне это в общем-то сателлит России, на английском нас называли Russian Puppets, Russian Slaves, это в переводе означает российский в общем-то как слэйв сейчас не помню, но в общем-то такое мы видели очень часто, пришло время говорить о том, что просто Азербайджан и Алиевское правительство ведет прямую политику кооперации с Россией и в этом смысле Армения становится все больше и все более и более ясно становится, что Армения не разговаривает с Азербайджаном в этом контексте, а именно просто отношения с Россией привели к тому, что Азербайджан сейчас пользуется этим в том числе и ведет вместе с Россией политику против Армении. Вот то, что мы воспринимаем из того, что они делают. Громкая история, уже очередная, к сожалению, на этой неделе похищение российского гражданина на территории Армении, похищение, ну, по данным надзорского отделения хельсинской группы, человека, который отказался воевать в Украине, бежал сюда, в Армению, оказался в Гюмрии, и представители 102-й российской военной базы его похитили и сейчас удерживают на территории 102-й военной базы. Впервые, поскольку это уже второе похищение, эту историю прокомментировал премьер-министр Никол Пашинян. С одной стороны, да, есть реакция на самом высоком уровне, с другой стороны, если посмотреть то, что сказал Никол Пашинян, ну, нельзя это назвать каким-то резким или категоричным ответом, но, тем не менее, он есть. Что вы думаете по этому поводу Арсона? Я говорил об этом и сейчас говорю, это скандал. Я не понимаю, как не становится это одним из самых первых тем для разговора. И, в общем-то, должна идти нота со стороны Армении на официальном уровне в том числе. Должна быть нота в МИД России. Посол России должен быть позван в МИД Армении. Надо эту тему заканчивать. Это нельзя, этого нельзя позволять. Если такое повезение будет продолжаться, но это говорит о том, если нету никаких таких резких заявлений со стороны официального Еревана, это говорит о том, что либо армянская сторона не хочет в эту тему заходить, хотя рано или поздно они должны будут в эту тему зайти. Я с вами согласен. Слушайте, по Гюмри ходят люди, представляются сотрудниками ФСБ, это уже было после похищения, требуют у граждан России, которые там находятся, документы. Это же какой-то нонсенс просто. Я абсолютно не понимаю, почему до сих пор нету никакого заявления с прокуратуры Армении, с МИД Армении, как получается так, что люди себя на территории Армении ведут как будто они на территории России. Сегодня во вчерашней речи Пашнян еще и использовал слово «for post», которое часто было использовано по поводу Армении, иногда даже официальными лицами из России, но это были начало 2000-х. Если мы не «for post», то я не понимаю, как тут государственные структуры молчат, ничего не делают. Если этот процесс будет продолжаться, это в народе станет, я думаю, что скандальной темой. Очень надеюсь, что здесь будет не только сделано непонятное заявление премьер-министра, но и будут какие-то специфические меры предприниматься. Надеемся. Последнее на сегодня Арсен. На этой неделе стало известно, что Рубена Варданяна выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сам бизнесмен, меценат сейчас находится в азербайджанском плену. Смотрите, вот я опять же пытаюсь на все посмотреть с разных точек зрения. С одной стороны, в общем-то, понятная история, подсветить фигуру Рубена Варданяна в глазах мирового сообщества, потому что номинант на Нобелевскую премию это все-таки номинант на Нобелевскую премию. Тем более в области мира, как мы понимаем, это совершенно отдельная категория. С другой стороны, не может ли это стать для азербайджанских властей каким-то триггером? Да, и наоборот, это скажется на безопасности этого человека. Вот хочется вашу оценку по этому поводу услышать. Ну, я не думаю, что это скажется на безопасность Рубена Варданяна. Думаю, что пробуют хотя бы таким образом еще одну защитную линию или как-то защитить его, будучи в тюрьме в Азербайджане. Да, это важный статус. Этот статус сможет как-то повлиять или хотя бы иметь возможность еще больше говорить про него в общем и через него поговорить еще и про ситуацию военнопленных и политических задержанных в Азербайджане. В этом смысле я думаю, что тут в общем-то команда работает и хорошо, что работают, потому что то, что происходит с ними там никому неизвестно. И в принципе и армянская сторона и государство Армении уже подавала в суды в ГААГе по этому поводу. Так что тут чем больше возможных таких защитных защитных щитов для механизма защиты или даже скажем так чем больше будут говорить про них, тем лучше, тем меньше будет возможности того, что про них забудут и Азербайджан сможет делать все, что она захочет с больше уже 24 военнопленными, которые хотя бы по официальным данным пока еще в Баку. Хорошо, Арсен, спасибо большое за комментарии, спасибо за разговор, у нас на связи был востоковед, конфликтолог Арсен Харатян. Арсен, до встречи в следующий четверг. Спасибо и до встречи. Всех еще раз призываю поделиться ссылкой на это видео, призываю всех организовывать дискуссию, начинать дискуссию в комментариях, мы рады любому мнению, даже если оно не совпадает с нашей точкой зрения, именно для этого мы работаем, чтобы появлялась общественная дискуссия. Продвижение информации помогают лайки, простое действие, один лайк, условно 10 показов в ленте пользователей Ютуба и люди присоединяются к нашему каналу и к нашему разговору. Если вы не подписались на Алику, обязательно сделайте это и рекомендуйте другим. Ну а если у вас есть возможность поддержать нас финансово, ссылка на патреон в первом комментарии, проходите, оформите небольшую подписку, тем самым помогите независимой журналистике, даже если вы не согласны с тем, что здесь говорится. Ну вот такая функция у независимой журналистики, что с ней очень часто не соглашаются, но наша задача не быть приятными, да, наша задача стараться отражать реальность объектива. Всем спасибо, кто был сегодня с нами, до встречи в следующий четверг и хорошего вечера.